здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня мы с вами рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии производства голландского сыра пожалуйста помогайте распространять это видео делитесь им в социальных сетях оставляйте ссылки отправляйте это по ватсапу я вам буду за это очень благодарен выпуская новые видео сыр это популярный в россии продукт он вырабатывается на многих молочных заводах и пользуются неизменным спросом у населения россии например такой сыр я вам сейчас его покажу например сыр российский либо какой-то из видов твердых сыров такой или вот такой сыры разнообразны однако с точки зрения науки классификация сыров осуществляется на основе экономических технологических биологических сырьевых и других характеристик к традиционному виду сыра относится такой сыр который производится во многих странах мира наиболее широкими представителями таких сыров являются сыры и менталь гауда и чеддер органолептический показатель таких сыров практически не отличаются в зависимости от страны производства сегодня я хочу рассказать вам о том какое оборудование и какая линия используются для производства голландского сыра но прежде хотелось бы отметить ту важную роль которую играет в россии производство не только сыров из молока но и сыров из немолочных продуктов в россии принят технический регламент на молоко и молочную продукцию уже более 10 лет молочные заводы работают в соответствии с этим регламентом и до принятия этого регламента некоторые недобросовестные производители добавляли в молоко сыр творог раститель по продукты растительного происхождения и тем самым они экономили на животном сырье а молоко это животное сырье животного происхождения тем самым снижая себестоимость продукции и увеличивая свою прибыль но после принятия технического регламента на молоко и молочную продукцию это стало невозможным и технический регламент разделил продукцию на молочную так как та которая содержит в своем составе сто процентов молочный жир и белок и только такая продукция может называться молоком творогом сметаной сыром а продукты в которых часть молока молочного жира или часть молочного белка заменена на растительный жир и белок полностью молочными считаться не могут такая продукция будет называться молочные продукты творожный продукт сметанный продукт кефирный продукт сырный продукт если вы видите в маркировке слово продукт то значит в нем добавлено растительный жир или растительный белок это важно это важное отступление которое мы делаем чтобы понимать о том как работает молочные заводы и какие ограничения на эти молочные заводы накладываются действующим законодательством также за границами этого видео мы оставляем такой вопрос как производство альбуминного сыра вы можете изучить его самостоятельно коротко коснемся классификации сыров в зависимости от физико-химических характеристик различают следующие сыры мягкий сыр это сыр с массовой долей влаги в обезжиренном веществе не менее 67 процентов полутвердый сыр это сыр с массовой долей влаги в обезжиренном продукте от 54 до 69 процентов твердый сыр это сыр с массовой долей влаги в обезжиренном веществе от 49 до 56 процентов и сверх твердый сыр это сыр с массовой долей влаги в обезжиренном веществе менее 49 процентов рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии производства голландского сыра хвостову производства сыров традиционным способом положен принцип концентрирования составных частей молока это белка и жира путем отделения сыворотки от молочного сгустка полученного в результате сычужды или кислотно-сычужной коагуляции производство сыра при этом разделяется на следующие стадии подготовка молока к выработке сыра свертывание молока получения и обработка сгустка формование сыра самопрессование и прессование сыра посолка сыра и созревание сыра рассмотрим каждый из этих этапов более подробно молоко насосом 1 прокачивается через фильтр 2 воздухоочиститель 3 и счетчик 4 в емкости молока 5 охлаждаясь в охладительной установке 6 охлажденное молоко насосом 7 из емкостей для хранения молока 5 направляется на пастеризацию в пастеризационно-охладительную установку 10 на дезодорацию в дезодоратор 9 и на нормализацию в сепаратор 8 нормализация молока в сыроделии заключается в получении определенного соотношения между жиром и сухим остатком жира при производстве сыров молоко пастеризуется при температуре от 71 до 72 градусов цельсия с выдержкой 20-25 секунд пастеризацию обычно совмещают с дезодорацией в целях получения сыра высокого качества после пастеризации молоко подвергается созреванию для повышения его кислотности на 1-5 градус тернира и увеличение растворимости солей кальция пастеризованное и нормализованное молоко с кислотностью не более 20 градусов тернира направляют в аппараты для выработки сырного зерна 11 куда с пульта управления 12 вносит раствор хлорида кальция и бактериальную закваску мизофильных молочно-кислых бактерий в количестве от 0,5 до 1 процента для ускорения свертывания допускается вносить биопрепарат гидролизат в количестве от 0,05 до 0,5 процента свертывание молока проводят сычужным ферментом при температуре от 30 до 34 градусов цельсия в течение 25-35 минут готовый сгусток разрезают в течение 15-25 минут до размеров зерен от 7 до 9 миллиметров во время постановки от 30 до 40 процентов сыворотки удаляют далее зерно вымешивают после чего доливают еще 15-20 процентов сыворотки второе нагревание осуществляют в течение 10-20 минут при температуре от 38 до 42 градусов цельсия для улучшения консистенции сразу же после второго нагревания проводят частичную посолку сырной массы в зерне для чего в смесь зерна с сывороткой вносят раствор хлорида натрия из расчета от 200 до 300 грамм на 100 килограмм молока после второго нагревания сырную массу вымешивают до тех пор пока зерно не приобретает достаточной упругости готовность сычужного сгустка оценивают по продолжительности свертывания и плотности сгустка при разрезании готового сгустка получается ровный раскол и выделяется прозрачная зеленая сыворотка продолжительность свертывания для различных групп сыров принимается от 15-30 до 40-60 минут вымешивание продолжается 10-15 минут после чего насосом 13 сырное зерно направляется на передвижной стол 16 после обсушки сырного зерна и частичной посолки начинают формование сыра которое может осуществляться из пласта наливом насыпью и выкладыванием необработанного сгустка формы за формованием сыра следует самопрессование и прессование перед прессованием сыр маркируются металлическими или казеиновыми цифрами сыр для формования загружается в формовочные аппараты 17 насосом 15 сыворотка из сборника 14 отводится на переработку в формовочном аппарате 17 сырное зерно подпрессовывается в течение 15-25 минут при давлении от 1 до 2 килопаскаль затем разрезается на бруски соответствующие размерам форм самопрессование в формах проводят в течение 20-50 минут через 15 минут переворачивают маркируют накрывают крышками и снова оставляют до конца самопрессование с помощью конвейера 18 сыр загружают в прессы 19 и прессуют в течение полутора двух с половиной часов при постоянно возрастающем давлении от 10 до 50 килопаскаль при необходимости через 30 60 минут сыр под перепрессовывают от прессованный сыр должен иметь ph от пяти с половиной до пяти целых восемь десятых оптимальная массовая доля влаги в сыре после прессования от 43 до 45 процентов после взвешивания на весах 20 сыр подъемником 22 направляется в посолочный этажер 21 для посолки в рассоле с концентрацией хлорида натрия 20 процентов при температуре от 8 до 12 градусов цельсия в течение двух с половиной трех с половиной суток рассол насосом 23 циркулирует через охладитель рассола 24 вынутые из рассола бруски обсушивают в течение двух трех суток при температуре от 8 до 12 градусов цельсия и относительной влажности воздуха от 90 до 95 процентов после чего сыр электропогрузчиком 26 направляют на созревание на передвижные стеллажи 25 первые 13-15 суток сыр созревает при температуре от 10 до 12 градусов цельсия и относительной влажности воздуха 85-90 процентов затем до одного месяца при температуре от 14 до 16 градусов цельсия а в дальнейшем до конца созревания его выдерживают при температуре от 12 до 14 градусов цельсия и относительной влажности от 75 до 85 процентов в комплект оборудования для ухода за сыром в период созревания позиции 27 тире 33 входит устройство для разгрузки сыров 27 а также машина для мойки сыра 28 в которой сыры моют при появлении плесени и слизи теплой водой температурой от 30 до 40 градусов цельсия не реже чем через 10-12 суток в процессе созревания сыры следует переворачивать каждую неделю затем через 10-12 дней причем их подсушивают в машине для сушки сыров 29 при созревании молочный сахар сбраживается молочнокислыми и ароматообразующими микроорганизмами белки сыра подвергаются протеолизу в результате действия ферментов молочный жир в процессе созревания подвергается кидролитическому распаду и окислению сыр созревает на стеллажах или в контейнерах созревание сыра в полимерных контейнерах предотвращает развитие плесени на поверхности сыра и исключает мойку сыра для регулирования созревания белка в молоке при производстве твердых сыров применяют ультрафильтрацию сыры парафинируют в возрасте от 15 до 20 суток в парафинере 30 в комплект оборудования для ухода за сыром входят также машины для бойки и обсушки полок 31 а также устройство для загрузки сыра на полке 32 мы рассмотрели машинно-аппаратурную схему линии производства голландского сыра и сейчас я приведу расширенную таблицу в которой я приведу наименование технологической операции параметры этой технологической операции такие как температура давление или срок созревания сыра эту таблицу я рекомендую вам делать для каждой технологической линии которую вы разбираете когда вы прочитаете описание машинно-аппаратурной схемы линии производства какой-либо пищевой продукции а мы с вами уже разобрали некоторые из таких линий ссылки на эти видео я помещу вот здесь вы можете пройти по этим ссылкам и посмотреть эти видео поэтому когда вы смотрите мои видео или читаете техническую литературу учебники я рекомендую вам составлять подобную таблицу пример таблицы вы видите на экране в ней несколько столбцов в первом столбце приводится наименование технологической операции в следующих столбцах вы можете увидеть параметры технологической операции я привел в данной таблице 5 технологических операций я вам рекомендую в учебных целях разбирать подробно каждое каждое описание машинно-аппаратурной схемы таким образом то есть в начале вы прочитываете описание машинно-аппаратурной схемы а потом составляете две таблицы одна таблица это перечень оборудование которое применяется в машинно-аппаратурной схеме с указанием его параметров производительности мощности габаритных размеров эту таблицу я не буду приводить в этом видео и вторую таблицу эта таблица с технологическими операциями которую вы сейчас видите на экране благодарю вас за внимание пожалуйста помогайте распространять это видео делитесь им в социальных сетях оставляйте ссылки отправляйте это по ватсапу я вам буду за это очень благодарен выпуская новые видео подписывайтесь на мой канал поставьте колокольчик уведомления чтобы не пропустить новые видео видео с обзором одной из машинно-аппаратурной схемы вы можете посмотреть нажав вот на эту плашку с видео всего вам доброго желаю вам всяческих успехов и до новых встреч это просто музыка вам понравится все вот я Продолжение следует...